Привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня я больше улыбаюсь, потому что я снова вернулась в Киев, я снова вернулась в машину, и те, кто смотрит меня много лет, я думаю, сейчас улыбаются знакомым кадрам. Несмотря на то, что сейчас 2022 год, и на то, что сейчас в Украине по-прежнему происходит война, мы учимся, стараемся жить. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже, к счастью. Сам Киев на сегодняшний день находится в относительной зоне безопасности, насколько это возможно. И после четырёх месяцев отсутствия мы с детьми вернулись домой, и дальше находимся в таком же состоянии, как и все. Живём здесь, сейчас, наблюдаем, смотрим, и, конечно же, наслаждаемся жизнью, потому что этот период, прежде всего, научил нас ценить, ценить то, чего мы раньше никогда не ценили. И если вы помните, я очень часто говорила о том, когда вы задавали мне вопрос, где найти мотивацию к развитию, где найти мотивацию к действиям, я ничего не могу заставить себя делать, мне ничего не нужно, я не хочу больше зарабатывать, больше иметь, а зачем и для чего, то на данный момент, наверное, в мотивации жить и развиваться вряд ли кто-то может сказать, что у него этой мотивации не появилось. Хотя, наверное, есть разные люди. И я бы сегодня хотела, как человек, который занимается и называет себя экспертом по управлению реальностью, немного рассказать о том, что же происходит, как вот эту картину, которая у нормального человека в голове не может никак уложиться, война, танки, самолеты, обстрелы, разрушение жилых домов, насилие, множество вещей, которые к людям с айфонами, к людям с сумасшедшими самолетами, к людям, которые умеют биологически оздоравливаться, омолаживаться, делают пластические операции и собираются покорить космос, уже сделать его доступным для туристов, вдруг начинают убивать друг друга. Мы не будем касаться с вами политики, потому что ни к чему это не приведёт, я не политика, и на эту тему можно говорить очень много, очень долго о толку. Я хочу помочь вам осмыслить немного то, что происходит, рассмотреть эту ситуацию, раскопать её немножко и посмотреть на войну и на все те очень для каждого, давайте назовём стрессирующие вещи, несколько под другим углом. Итак, давайте прежде всего подумаем о том, что наверняка такое сложное создание как человек, а известно, что человек — это уникальное создание, один наш мозг состоит там из триллионов клеток, и вряд ли мы рождены были только для того, чтобы родиться, закончить школу, пойти на работу и затем умереть. Неоднократно мы с вами изучали, говорили, возможно, вы слышали или читали о том, что у человека есть его физическое тело, в котором мы находимся, и его ментальное тело, тело, которое проживает много жизней. Помните, есть такой в физике закон, что энергия ниоткуда не приходит и никуда не исчезает, она просто переходит из одного вида в другой. То же самое можно сказать и о человеке. По крайней мере, это гораздо логичнее осознавать, что человек, проживая некий путь в своей жизни, получая некий опыт, а затем умирая, перерождается. И вот эта жизнь, которой мы с вами в том числе живём, это не просто жизнь отдельного кусочка, это жизнь, которая является неким продолжением. То есть мы либо что-то отрабатываем, либо получаем что-то хорошее. Тут не только в наказании или преступлении и наказании, нет. Речь идёт о некой трансформации нашей души, о некой трансформации и опыте, который мы с вами получаем и переносим из жизни в жизнь. И получается, что есть некое ментальное тело, то есть, ну давайте назовём это душа, чтобы было понятно, есть наша физическая оболочка и есть мир вокруг нас, то, что мы называем реальностью. Я уже тоже неоднократно вам говорила о том, что каждый из нас создаёт свою собственную реальность. И в зависимости от того, какие у нас есть с вами убеждения, представления об этом мире, все люди козлы, все врут, все плохие, со мной всегда происходит всё самое плохое, стёрто-стёрто, в зависимости от этого и формируется наша реальность. Или наоборот, я везунчик, у меня всё получается, я очень талантливый человек, я легко общаюсь с людьми. В зависимости от того, что мы о себе думаем, точно так же мы и действуем. И разница только в том, что думает каждый о себе как-то по-своему. Вот такая простая загадка нашего ребуса. И в зависимости от этого мы создаём свою реальность. Либо реальность успешных, богатых, не знаю, сильных, дружелюбных, разные можно подобрать в данном случае эпитеты, но мы создаём сами, мы словно приходим в магазин и выбираем набор, каким мы хотим быть. Вот как бы вы хотели сделать, помните, как сейчас там мороженое. Вот есть базовое мороженое, мы можем, пожалуйста, положить вот этого, вот этого, вот тут конфеток положите, вот тут, значит, присыпьте карамелью. Вот точно так же происходит в нашей жизни. И исходя из того, что очень многие из нас, мы воспитываемся в определённом обществе, и общество всегда что-то диктует. И, как правило, в обществе есть 90% массы людей и 10% индивидуальностей. Ну, вот так чаще всего разделяется. И вот это 90% массы, они, как правило, и диктуют, как правильно, как быть, что делать, что слушать, что хорошо, а что плохо. И сейчас всё больше и больше, и я в том числе рассказываю, делюсь и объясняю, что каждый человек самобытен и уникален. И наша задача раскрывать себя, а не пытаться подогнать себя или своих детей, или ещё кого-то под какие-то шаблоны, да. Будь таким, как все, не выделяйся. Наоборот, у каждого из нас есть свои уникальные навыки, таланты, то, как мы проявляемся в этом мире. И вот уже посмотрите, какая интересная картина складывается. И тут вдруг война. Тут вдруг кто-то решает, что всё, сейчас будет война. И люди начинают кричать. За что? Почему? Я хочу развиваться, я хочу жить. Почему война? Но заметьте, слово война звучит для всех, но каждый человек в эту войну проявляется и получает разное. Если даже поговорить о той картине, которая происходит сейчас, для кого-то появляется уникальный шанс покинуть страну, в которой ему было плохо, в которой он ничего не делал, и переехать в другую страну. Возможно, выйти замуж. Возможно, человек хотел построить карьеру почему-то в другой стране. Хотя странно, если он её здесь не построил, как он её построит там. Ну, это следующий вопрос. Кто-то идёт воевать, кто-то оказывает какие-то услуги, превращается в такого супер-волонтёра, организовывает вокруг процессы, проявляет какую-то нужность. Кто-то отправляется с детьми и едет, как я, например. Тут тоже у каждого свой опыт, но прокачивает какие-то новые навыки, учится общаться с большим количеством новых людей на других языках, решать те вопросы, которые никогда не решал. Война одна, но каждый проходит свой путь. И нельзя сказать, что всем людям после войны становится хуже. У многих, наоборот, начинается гораздо более интересная жизнь, я бы сказала так. Кого-то это ломает, а кому-то полностью меняет парадигму и заставляет человека стать другим, причём таким, каким бы он никогда не стал, если бы данная ситуация его не подтолкнула. И всё бы здесь было нормально, но мы считаем, что мы этого не хотели. Это всё с нами сделали, нас заставили. И в контексте обычного человека это действительно выглядит так. Жизнь произошла со мной. Меня заставили, меня никто не спросил. Но давайте вернёмся снова к этому созданию под названием «человек». Ведь мы сказали, что человек вряд ли это просто создание, которое рождается, чтобы поесть, закончить школу, поработать, выйти замуж, родить ребёнка и умереть. Но если всё-таки мы по каким-то жизням там ездим, катаемся, перерождаемся, если всё-таки мы верим в то, что человек действительно обладает, что всё в мире есть сознание, энергия, квантовая физика, вот если даже чуть-чуть в эту тему нырнуть, то становится понятно, что человек это какое-то феноменальное создание, которое с помощью управления своих мыслей может управлять энергией и менять свою жизнь кардинально, исцеляясь, например, от смертельных болезней, может исцелять кого-то. Как это всё работает? Так вот, давайте-ка на эту тему чуть-чуть больше ещё и поговорим. А давайте представим себе, что вся вот эта история, это не история про то, что с нами случается. У нас есть судьба, и мы идём по этой судьбе. А то, что мы изначально, переходя в новую жизнь, как будто бы мы приезжаем на вокзал. Вот вы же на вокзале, вы можете выбрать, в какой город или страну вы поедете или полетите, каким классом, что у вас там будет. Вот и у нас, представьте себе, что исходя из нашей жизни, нас куда-то отправляют, точнее, наша душа выбирает, где ей родиться. Она заранее видит, так, есть такая страна, Украина, это такие-то люди, там тогда-то будет война, будут вот такие серьёзные, ключевые события. Это хорошая возможность для меня пройти и получить тот опыт, который мне необходим, исходя из предыдущего опыта. Что, если этот выбор делаем мы сами? Подумайте об этом. И тогда из позиции жертвы, то есть я ничего не контролирую, тут всё сделали за меня, мы с вами выходим в позицию хозяина. То есть это я выбрал для себя. Все говорят, ну как, пиздец, выбрать войну? Вы что? Но ведь вы должны понимать, что помните, как там в сказке туда пойдёшь, коня потеряешь, туда пойдёшь, голову потеряешь, всё равно будут какие-то испытания. И, например, я поняла для себя, вот проживая в Италии, что для меня испытание было бы остаться там. Я приехала в страну, где идёт война, потому что мне здесь лучше, чем там, где люди не хотят работать, не хотят шевелиться, где у них постоянное сиеста-фиеста, выпить, погулять, поспать. Ну, это, например, не моя жизнь. Абсолютно. Я совершенно другой человек. Так вот, что если представить, что мы выбрали это для того, чтобы на украинском языке вдосконал это себе, для того, чтобы мы стали наибольшь досконалыми? Вот просто подумайте на эту тему. Просто одну секунду задумайтесь о том, что если это наша история. И тогда всё начинает переворачиваться в другую сторону. Потому что тогда начинает происходить то, что эта ситуация не та, которая дана нам как испытание, а это тот путь, который выбрали мы сами. И вы знаете, я не знаю, как вот сейчас у вас такой маленький экзамен на то, какой вы человек, на каком вы уровне находитесь. Потому что, когда вы начинаете развиваться, это не история про плохого или хорошего, нет. Это история вашего развития, ну, так как есть. Когда вы начинаете развиваться, вам всё больше нравится брать контроль в собственные руки, управлять своей жизнью, понимать, не пытаться переложить всё на другого. «Ой, я ничего не знаю, не умею». А самостоятельно знать, найти свои собственные точки опоры. То, о чём мы говорим. Свои собственные точки опоры. Ведь точка опоры, это вот знаете в жизни, почему сейчас очень многим людям стало плохо. Потому что они потеряли вообще всяческую опору. То есть ничего не знаю, что со мной будет, не знаю, где мне жить, не знаю, как мне работать, не знаю, какие планы мне строить наперёд, ничего не знаю. Но когда мы начинаем точечно, насколько это возможно, выстраивать точку опоры, я сегодня знаю, где я живу, я сегодня знаю, что я буду делать, я сегодня знаю свой план на сегодня, я сегодня понимаю, как я могу заработать деньги. Тогда нам становятся наши точки опоры, выстраиваются. И это и есть вот этот переходом в хозяина жизни. Потому что люди, которые сидят и говорят, ну, я ничего не могу строить, мне тут это не дали, война непонятно, когда закончится, значит, там подо этого был коронавирус, непонятно, когда закончится, значит, там на работу меня не берут, тут у меня ребёнок, в общем, вы себя загрузили всем этим, и никаких опор нет. Так вот, ваш показатель того, что вы развиваетесь, это как раз история про то, что вам нравится, что вы начинаете управлять своей жизнью настолько, насколько вы можете, что вы хотите ей управлять. И у вас криво, косо, изначально это не имеет никакого значения, начинает получаться. И вот вы знаете, когда вот эта мысль зашла именно в мою голову, в том числе, а так интересно, она зашла в мою голову, потом зашла в голову ещё нескольких людей, и мы так вдруг все этим поделились, что что, если это та история, которую я выбрал, и я из неё, тогда получается как, я из неё обязательно выйду. Но вопрос, как я могу эту историю прожить так, чтобы стать лучше, чтобы получить больше для себя. Мы не про деньги, мы про больше новых каких-то скиллов, новых навыков, внутренней силы, потому что ведь наша жизнь, история про это. Конечно, сейчас кто-то может сказать, а что, кто-то выбирал для себя умереть? Да. Ответ – да. Когда кто-то выбирал для себя умереть? Когда мы задаём вопросы, я знаю, сейчас страшные вещи буду говорить там про детей, с одной стороны, это никуда не укладывается в голову, как у нормального человека, с другой стороны, мы все с вами должны помнить, что момент перерождения и физического тела – это всего лишь физическое тело. А кто там? Давайте посмотрим на человека, которого яро ненавидит сейчас точно Украина и огромная часть мира. Ведь он же тоже умрёт. Это хорошая новость. А плохая в том, что он переродится. Вы же понимаете, что слишком маленькое было бы наказание, чтобы он просто умер от своей болезни, от пули в голову, неважно. Нет. Он переродится, и он будет получать какой-то новый опыт и, скорее всего, зловещий и страшный. Потому что, как я неоднократно говорила, что люди, которые рождаются, например, и не шевелятся, это тюрьма. Представляете, мозг живёт, а человек ничего делать не может. Ну, не будем говорить об этих вещах. Моя задача сейчас объяснить вам очень важную вещь, что то, что происходит, на это можно посмотреть под другим углом и посмотреть на это как на площадку для своего развития, даже, да, с пониманием того, что я сам это выбрал. А раз я это выбирал, значит, я могу сейчас смотреть и делать для себя следующий выбор. Да, возможно, сложный, да, тяжёлый, сто процентов. Я думаю, что это для многих из нас один из наиболее сложных уроков в жизни. Но уверена, что есть и посложнее, и давайте не будем проверять этого. Поэтому первое, давайте перейдём к практике. Первое, на чём я буду сейчас акцентировать ваше внимание и видео, на тему, которые я продолжу снимать. У меня уже есть очень много разных видео, и, пожалуйста, смотрите их на моих каналах в YouTube, в Instagram. Но я буду всё больше и больше напоминать, говорить, создавать практики на тему того, что нам нужно опираться и создавать в своей голове ту реальность, те состояния внутренние, которые будут помогать нам создавать здоровую ситуацию вокруг себя. Да, это тоже возможно. То есть создавать вокруг себя мир и продолжать в нём жить. Создавать, понимать, чего я хочу, как я могу это получить, и, несмотря на весь хаос в мире, продолжать жить. Ведь вы же раньше жили, когда в других странах шли войны и идут, вы о них даже не знаете. Ведь вы же жили, когда происходили какие-то страшные, например, там в Америке постоянно какие-то происходят катаклизмы, какие-то там ураганы, смерчи. Вы же жили и о многом даже не знали. Поверьте, точно так же и жизнь будет продолжаться. И эта война обязательно закончится. Она закончится всё равно. Но вопрос, где будете вы? Вопрос в том, что после войны мы снова, как и после коронавируса и после любого действия, мы снова увидим людей на разных берегах. Одни люди, которые стали ещё сильнее, ещё продвинутее по разным аспектам и другие, которые стали ещё большими жертвами или которых попросту нет. Поэтому тут очень важно для себя вот это осознать. Мы ещё раз повторяем, мы не будем сейчас разбирать там воинов или каких-то глобальных вещей, честь и хвала всем, кто нас защищает. Ещё раз, у каждого и у воинов в том числе есть свой путь и свой долг, свой, перед самим собой, не перед народом, перед собой. Есть своя потребность. я уверена, что воины, настоящие воины, храбрые, смелые, это определённый тоже тип людей, который рождён для этого, который таким образом переходит в новые миры. Потому что так было всегда. В мире всегда были воины, воины и воины. Великие полководцы, великие люди, которые отдавали свою жизнь, и я уверена, что сейчас нас также защищают те, кто защищал и много веков назад. Это тоже определённая жизненная роль, которую человек выбирает для себя сам. Я не знаю, насколько я его сейчас подгрузила или нет, но моя цель была показать вам, что всё не так лежит в одной плоскости, которая называется «Мы бедные и несчастные, нас бомбят». Если посмотреть на это более объёмно, то можно увидеть совершенно другие жизненные пути, и мне бы хотелось, чтобы вы об этом подумали, и, возможно, какие-то из них прошли более осознанно. В свою очередь, я обещаю, что буду регулярно сейчас выпускать видео для того, чтобы мы с вами могли продолжать работать над собой, продолжать жить и, извечайно, продолжить свой шлях до нашей перемоги, потому что украинское суспільство – это не только большие воины, но и еще очень пониманные люди. И, не знаю, я украинскую мову слово «осознанные», но давайте скажу на русском. Осознанные люди. Люди, которые не просто что-то делают, а люди, которые смотрят гораздо глубже. Продолжение следует...